Забраш не видит их, нам нужно сделать вот такие операции. Мы удаляем детали, оставляем, допустим, вот у нас плечи, и вот теперь мы жмем на Make Polymesh, вот эта кнопка, я уже о ней рассказывал, вот появился у нас Subtool. Теперь мы делаем такие же манипуляции с другими деталями, допустим, теперь возьмем центральную фигуру нашего космонавта, чуть-чуть поправим, чтобы не зацепить его. Вот это у нас осталось, теперь нам нужен, допустим, рюкзак. Выделяем, убираем. Вот этот рюкзак мы делаем тоже Subtool. Вот он появился. И теперь вот так мы компонуем полностью нашу модель. Вот они у нас появились Subtool. Вот допустим мы выбираем, добавляем, вот у нас уже два, он их уже видит. Это мы теперь оставляем и, в принципе, продолжаем вот так вот выделять, делать Make Polymesh, и потом от центральной фигуры будем выбирать еще вот эти вот Subtool. И должно у нас получиться вот такое дело. Сейчас я вам его покажу. Вот такой чел у нас должен получиться уже в The Brush. Сразу повторюсь, что эту модель я в The Brush не делал. Полностью я ее делал в Sculptris. И вы видите, что можно со Sculptris перегонять модель и делать те же Subtool, только The Brush. Вот такие дела получаются. Если вы здесь в программе объедините, допустим, все Subtools, которые вы здесь соберете. Вот вы их жмете на Remesh, ставите больше полигонов. Вот эти полигоны, это высота, грубо сказать, квадрат. 624 там на 624, где-то так. И в этот квадрат эта модель вот вписывается. Если вставите меньше полигонов, то модель получится гадкая, размытая. В принципе, уже с ней ничего не сделать будет. Ну, как болванка можно ее использовать. Заранее извинюсь, если что-то я делаю не по-научному, я это самоучка. Как могу вам объясняю, что такое программа Sculptris. Как можно с ней работать, что ее сдерживает, какие у нее возможности. Мне она очень нравится, всем рекомендую. Стараюсь ее доработать, узнать, как она реагирует на ту или иную работу с другими программами. В принципе, получается достойная модель, которую можно здесь потом уже, используя кисти, возможности этой программы сделать более качественной, доработать, подкорректировать, где-то сделать гайки, вставить глаза. Кстати, в следующем уроке расскажу, как вставлять глаза в эту модель. Вот такая модель получилась, она целая. Если вы ее сохраните, нажав на саму модель и отключив саптулы, которые вам не нужны, у вас получится вот такая целая модель, которую также можно закинуть в Sculptris, доработать, но она уже не будет делиться, она будет цельная. Как разъединять модель, я уже тоже показывал. Это кнопка Group Spline. Мы ее нажимаем, и вот она нам разъединила эту модель. Вот у нас теперь получается, давайте посмотрим так, что у нас получилось. Вот такие у нас получились глаза сплюснутые. Вот такие у нас получились налокотники. Все это можно заполнить, убрать. Это не проблема. В принципе, любую модель, любую модель можно разъединить. Это я покажу потом в другом видео. И посмотрим, как будет выглядеть модель, когда ее доделать. Как будет меняться ее вид в ZBrush. Сейчас вам покажу. Тяжеловато грузится. Надо, наверное, уменьшить полигоны. Корректировать. Вот такая модель у меня получилась. Это уже объединенная, совместная. А вот это вот. Вот это вот все ее детали, которые я взял из скульптриса. Вот она полностью модель. Можно шлем отключить. Вот такая она будет. Вот так она выглядит. Вот эта кнопка активация Edit включает прозрачность. Я потом о ней еще расскажу, когда глаза буду делать. Допустим, мы ставим очень большая сетка. Я ее потом сделаю чуть-чуть поменьше. Вот такой у нас получился товарищ с плотной сеткой. Очень плотной. Надо ее облегчить чуть-чуть, уменьшить. Я этим займусь позже. Если кому помог, учитесь. Смотрите. Если что-то узнать хотите, пишите под видео. Как смогу, так объясню. Вот такая модель. А вот так она выглядела. В скульптрисе, еще повторюсь, она очень тяжеловатая. Давайте посмотрим тут сетку ее. Вот ее сетка. Ее можно и здесь уменьшить. Выделяете модель. Нажимаете комбинат вот этих двух кнопок. Reduce Brush и Warframe. Короче, разберетесь. Я их уже объяснял. С английским у меня немного проблемы. И вот так вот потихоньку можно ее уменьшить. Но если много убрать полигонов, модель будет очень плохо выглядеть в скульптрисе. Так что вы с этим слишком не перебарщивайте. Вот так полигоны уменьшаются здесь. Вот вы видите изменения. От большего к меньшему идет. Сначала большие полигоны убираются, потом меньше. И можно потихоньку облегчить модель. Кстати, программа ограничена в добавлении деталей. Вы видите, что очень тяжелая, если модель она начинает вылетать. Значит, надо делать ее низко полигональной. Чтобы было очень мало полигонов. И делать потом все в the brush дорабатывать. Хотя можно и тут, если комп посильнее. Возможности компьютера. Все, до свидания. Вот такая фишка, возможно, в скульптрис. Вот так все это выглядит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok